всем привет хочу сегодня снять необычный контент и заодно ответить на некоторые вопросы которые часто задают заказчики при выборе декоративных штукатурок а насколько она практичная а как ее потом можно помыть а что с ней дальше делать а можно ли отреставрировать и так далее вот за моей спиной отделка называется лава от фейдл посмотрим на примере ее как она выдержит те или иные нагрузки своего рода сделаем тест на прочность вот мы имеем стену такую с перламутровым покрытием достаточно эффектно и достаточно популярно вот на примере этой стены мы будем подвергать и так чтобы не запачкать пол застелен клеенкой проклеим малярной лентой начинать попробуем смоделировать ситуации которые могут происходить в принципе в любой квартире возьмем чашку кофе которую можно случайно разлить на стену можно во время обеда к примеру на кухне или в комнате облить соусом майонезом кетчупом неважно суть суть подобная ну и у многих бегают дети которые могут карандашами кисточками порисовать стен и так первым давайте попробуем взять соус возьмем кисточкой на этот соус и поляпаем по стене берем обычную тряпку и все вытираем как видим ничего не остается усложняем задачу берем кофе надо так красиво сделать ну и вытираем делаю все с первого дубля поэтому что будет не знаю судя по тому что уже видно кофе на стене не осталось ну и берем детские краски берем ту же кисточку которая еще у нас в соусе и рисуем по стенам и все той же тряпкой вытираем если загрязнение получается очень сильно то можно взять мыло ту же тряпку добавить на тряпку мыло и этим мылом помыть стену помыли мылом стерли чистой стороной мы видим что со стены абсолютно ничего не случилось она осталась чистой так какой мы можем сделать из этого всего вывода декоративная штукатурка гораздо практичнее чем обои чем обычная покраска гораздо долговечнее и через года она будет выглядеть точно так же как она выглядит и в первый день что касается реставрации если мы повредим ударим какой-то скол образуется заносили мебель в общем что-либо случилось подобные декоративные покрытия реставрируются не переделывая всю стенку это касается тонкослойных как лава эффект шелка по типу вельвета и другие тонкослойные покрытия в принципе это касается и большинства видов штукатурок на 90 процентов их можно отреставрировать не переделывая полностью всю стену чем самым вы явно сэкономите поэтому делайте выводы сами что-либо что-либо Субтитры сделал DimaTorzok